Рак, перископ, майки, точка орг, заходи на страницу, не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов, выражай себя в принтах и дари подарки близким, контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей, ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Бау. Ну а сейчас, а то, что в эфире, а что ты молчишь тогда, ты ходишь в глаза? Я просто жду, когда люди соберутся, я еще не прочитал ни одного вопроса. Если ты будешь молчать, то и не соберутся. Не, они соберутся. Ты думаешь, они только на твое лицо посмотрят? Ну они же должны сначала задавать какие-то вопросы, я же должен что-то отвечать. Ты что, спишь? Я нет. Почему ты так сонными говоришь? Я тебе больше не дам вот это курить, если ты будешь мне в садьбу ходить в эфир. Дим, тут как бы вот там, на территории этого дома по-другому вопрос решается. Слушай, хотела тебе сказать, что надо сфотографировать зеленую кофту. Ну, давай. Давай. Сейчас свет какой-то дурацкий. Да, свет какой-то дурацкий. Завтра можно сфотографировать утром? Ну, как можно? Я боюсь, что все, зима пришла. Все будет такое серое. Сейчас спрашивает, как ну такое. Сейчас я... Сейчас Жопкина покажу. Секундочку. Вот Жопкин. 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 Жопкин и жопкин. Шпผел. Представь. а что в итоге проголосовали? за какой? за второй, за нижний, там 70% почти, а единственный, кто написал за верхний, это Игорь, кстати да? ну потому что, мне кажется, у нас есть в каких-то вещах схожие, я вас поздравляю, и все равно мы возьмем нижний но я диктатор, не как Адольф Китлер, я диктатор, как Чарли Чаплин, я веселый и добрый диктатор, хорошо? я веселый и добрый на новый логотип тебя Google вдохновил, мне пишется это люди, которые родились в 2005 году? да, ебай, если бы мне не пришлось держать айпад двумя руками, я бы себе символично хлопнул фэйспайл поедем в Бишкек нас в Бишкек приглашают, приезжай к нам в Бишкек давай поймем в Бишкек нахуй бамбер, поехали в Канаде, Владик, если ты тут, мы не приедем в Канаде, не проблема, мы поймем в Бишкек вообще, может быть, это интересно было в Бишкеке? да я там был в Бишкеке и был в Казани, и был дохуя где был я вообще в этих окрестках и везде был и в Ташкенте был и в Шинкенте был я везде был в Шубаркудуке был в Казаларде был ты дальше просто перечисляешь это перечислядь и ты будешь думать, что я тебе в Бишкеке если ты в Пиршке и с не знаю, властеринок колец читаю это Мишке ты, может, в моей в reasons я, в моей почте маленький мой детка мой, смотри, смотри если в Бишкеке был приезжаю в Снежинск. Прямо в Снежинск. Кто круче? Ребят, кто круче? В Нижнем был или давай в Нижнем. Давай сделаем тур Мухасранский. По ебеням везде прокатимся. Дадим концерты в чебулячных каких-нибудь. Это можно называть арт-проектом. Арт-проектом, да. Скажи на детку, как он лежит. Вот меня сейчас прям хорошо. Я понимаю, почему Влад в тот раз был такой. Да? Тебя тоже убило просто? Не, ну не сразу, не убило, но я чувствую себя хорошо. Понимаю, почему Влад просто полз. Ну, Владик, я без балла. Но я вот один раз хапнул и все. Хапнул? Да. Крутенько. Крутенько, на солнышко. Когда был в Шенкенте? Последний раз. Мне кажется, эта информация изменит его жизнь. Последний раз. Я вам сейчас отвечу. Я сейчас отвечу такое. В году, наверное, 1934. И у него жизнь начинает перестраиваться, как в эффекте бабочки. Такой шаг был. Я в 1994 году в Шенкенте. Хуяк все меняется. Моя красивая, как Суфира. Я патизирую меня. Будь здоров. Будь здоров, Сула. Я слушал, кстати, альбом «Артерии с Каспером» и, бля, что-то хуйня. По-отдельности они немножко круче, мягко говоря. А то есть ты бы не пошел к нам на концерт, когда они в войне выступили? Шок. Как носить шапку? Голод полным пацанам. Это как-то стрёмно. Я что-то, наверное, пропустил. Меня что-то до хуя спрашивают про какую-то шапку. И жут. Как носить шапку? Голод толстым пацанам. Наверное, какой-то инсайдер, который я пропустил. Бля, еще один олень меня спрашивает про олимпийскую тематику. Ребят, ну это же элементарно. Я же несложный человек. Я там никакой, блядь, вуз крутой не оканчивал. Что, серьезно? Задаете мне вопрос, что почему олимпийская тематика с голодом? Ебаный в рот. Это же так элементарно. Ну что с вами? Блядь, голод к победам, может быть. Если я нахуй на книжку голод напечатаю. Голод к знаниям. Это же так просто, блядь. Нахуй, ну чего с вами, а? Жесть какая. Ладно, объясняю для особо тупых. Олимпийская тематика в контексте с голод. Это голод к победам. К победам. Та-да-да-дам! И тут вырезка, где Рамбо бежит на последних ступеньках. И потом радуется. Победа, голод. Появляется логотип голод. Понятно? Пацаны, расскажите мне, что там за шутка с шапкой. Пацаны, шапку кинули какого-то. Что? Не знаю. Лично я увидел там цвета Google. Ну, потому что ты олень, родившийся, блядь, до 2005 года. Ой, блядь, после 2005 года. Чтоб ты понимал, сынок. Разноцветные буквы. Google как раз таки омажь на разноцветные буквы олимпийских игр. Они взяли их оттуда. Ох! Худеть можно? Да, я везде приеду в Богдан, ребята. Мне нравится Украина. Давно там не бывал. Хочется. Надо цветы. Тим Кандагач или Берлин спрашивает меня. Эрик Маклан. Ему не варить на Украине. Да, конечно. В Баку приедешь в Донецке, будешь. Приезжай в Черновцы и приезжай в Чернигов. Бля, вы что, долбоеб, что ли? Откуда вы все нарисовались? Иди нахуй отсюда. Нет. Нет, надо, надо, надо такое говорить. Иногда им нужно напоминать, что они долбоебы. Или что ты... Что вы думаетеON? Нет. У нас... Говорят ёбкиов. Нет-те смех, конец. Крестные заболев ошибки! Нельзя говорить со своими фанатами так Можно Потому что Долбоебы не защищены Ничем Если человек долбоеб, то не важно, чей он фанат Ему нужно говорить, что он долбоеб Если он безобидный, то просто голодный Ну конечно, тогда я должен Сейчас сниматься ждать, когда я в Мухасранск приеду 2018 год Мне кажется, когда в первой половине нулевых Спрашивали, приедешь в наш город Люди просто не в курсе были Как проходит организация концертов Мне кажется, сегодня каждый долбоеб знает Что артист не садится и не говорит Поеду я завтра в Тюмень Немножко не так работает К тому же, если Ну типа, вопросы Когда ты будешь в Омске? Вот, смотри Сегодня люди понимают, что Как только тебе поступает информация Что ты когда-то там где-то будешь В твоих интересах сообщить эту информацию Как можно быстрее Правильно? Вот с секунды поступления Ты опубликуешь это все А нахуй мне скрывать эту информацию? То есть, типа, я знаю, когда буду в Омске Но никому не рассказываю Может, они просто долбоебы Мне не хочется отвечать на их вопросы Может быть, просто Когда я скажу одному из таких долбоебов Что он долбоеб Другие подумают Так, я хотел задать такой же вопрос Но, блядь, лучше не задам Банановый хлеб ты хотела сделать Это понимаешь, что? Да, но ты думаешь, зачем бананы покупал? Бананы не знаю Ты же их уже съел Один только съел Сколько там осталось? Четыре Ну, два хватит А ты мне поможешь? Да, я тебе все приготовлю Может, ты хлеб тогда приготовишь? Нет Не приготовлю Посмотри на собаку Ой, шпит Блядь, я не думаю Что мы будем делать диски Диски делают Такие долбоебы Как Flatline Больше нахуй Никому диски не упали Почему? Почему скептически Относятся к Гонфладу? Это не правда Я не скептически К нему отношусь Он красавчик К смысле накуримся Я не употребляю наркотики Абсолютно бросил наркотиков Я очень люблю Когда за мной попуганничают Поэтому стараюсь Например, в таких вопросах Как очки Заказывать себе очки Заказ Делаем, чтобы их Не было дважды Говорит попугай попугаю Попугай попугаю Отвечает ему попугай Попугай Пошел ты нахуй Нет Последний сигарет Я скурил По-моему 2 января 2017 года Скурил Последний сигарет Или Да, по-моему Или первого А что-то такое Короче Вокруг Нового года 2019 Покажи, говорит, жену Нет Посмотрите Вот она А чего ты не показываешь А, шифр Ладно А, шифр А, шифр Тихо, тихо, тихо. Чего мы не гуляем, спрашиваю, в чём вы дома все, Анатолий? Потому что жена работает. Субтитры создавал DimaTorzok